Добрый день, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола. Мы рады вас приветствовать на поле Академии Спартака имени Фёдора Фёдоровича Черенкова. 19-й тур, юношеская футбольная лига. И в данном случае мы будем наблюдать за противостоянием в ЮФЛ-2 между Родиной и Локомотивом. Столичные дерби. Звёзды — это лига будущих звёзд. Ну а своё настоящее они начинают здесь и сейчас со стартовым звездком главного отбитра Максима Трубила. Момент для того, чтобы вас ознакомить со стартовыми составами. Заброс на активного Федонина. Оказывается, тот из-за спины Гридина с мячом. Пробрасывает его мимо и Вдовина, и даже затем уже Фадякин. Страхующий вратаря не поспевает к мячу. 1-0. Лока выходит вперёд. Ликует скамейка сразу же. Сергей Мачалов всем отбивает активно Петюни. Ну а нам необходимо будет разобраться, кто является полноправным автором забитого гола. Федонина, естественно, ключевое значение в том, что мяч, всё-таки ворот оказался, осуществил. Но он ли коснулся последнего мяча перед тем, как тот пересёк ленточку ворот? То, как Гридин активно выдёргивает и обращает внимание на себя оппонента. Вновь Лукашевич. Глотов поборолся. Красивую передачу пятка от Луцука получил. И издали ещё пробил. Дубровский и Луцук забили. Но дальше были разные периоды и разные моменты. Лунёв разрядил пушку. Тут тоже мнения могут разделиться. Как будто бы гораздо больше, чаще владеть мячом. Родина, она владеет мячом. И более того, она забивает. Забивает. И это делает тот, от кого больше всего, пожалуй, это и ждали. Андрей Луцук. 1-1. Подтверждает статус лучшего бомбардира. Бомбардира ЮФЛ-2 в составе родной академии. Молниеносная атака по правому флангу. И вот это преимущество исполнителей всех стандартов. Что касается штрафных. Отличная подача и удар с близкого расстояния. Оффсайд был зафиксирован. Новый Миранчук штрафной для Локомотива. Здесь будет еще одна возможность атаковать и штанга. Подключение Холкина. Второй темп. Глотов с мячом. Улучшал позицию. Убирал мяч под правую. Но удара не последовал. Поскольку здорово в этом эпизоде сыграла оборона Локомотива. Но все же обороны Локомотива и обороны Родины по разу в этом тайме совершили ошибки. И поспособствовал тому, что Локомотив быстро повел в счете. Но на перерыв команду шли все-таки приравные. Значение забитых голов. Поскольку в составе хозяев отличился забитым голом Андрей Лацук. Таким образом. Справа и слева ноги. Глотов разбегается. Бьет опасно. Очень опасно. Чема не над стенкой. Вратарский угол. Пытался подловить на движение голкипера в обратную сторону. Локомотив крайне удачно стартовал. С двух крупных побед. Помимо крупного успеха. В поединке против Родины была еще и победа над Мастером Сатурном в первом туре. 5-0. А сейчас команда имеет возможность выйти вперед во второй раз в этом матче. И это происходит. Кирилл Комаров нашел свой момент и отправил мяч низом в дальний угол. 2-1. Таким образом железнодорожники выходят вперед. Ничего здесь не мог поделать Максим Вдовин. Оказался он буквально расстрелян Комаровым. Которому хватило и одного момента. Нельзя говорить о том, что он был одним из самых заметных героев в составе своей команды. Но по сути дела сейчас становится главным героем. Еще один опасный момент возникает. И возникает он еще и в рамках здесь единоборства. Дебютный сезон. Локомотиву позволил сделать качественный скачок вперед. Штрафной. Достаточно опасный. Включается в эпизод. Есть свобода на левом фланге. И передача штрафную площадь. Еще момент у Федонина, который отправляет мяч в перекладину. И от перекладины мяч уже далее отскакивает в поле. Но еще может оказаться в воротах, поскольку локомотив... И еще ищет момент для удара. Звучит финальный свисток. Локомотив таким образом одерживает победу. Набирая тем самым уже в свою очередь 33 очка. Субтитры сделал DimaTorzok